В целях реализации соглашений, достигнутых в ходе государственного визита президента Сурумбая Джимбекова в Китайскую Народную Республику в июне прошлого года, в части, касающейся фонда Мураз, председатель фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана Мураз, при аппарате президента Киас Молдыкасыма в январе посетил город Пекин. В рамках поездки он встретился с директором исторического исследовательского института КНР, профессором Бу Сянчунь, в ходе которой было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. «Наша поездка в Пекин получилась очень плодотворной, поскольку мы, кыргызстанские историки, давно мечтали и хотели узнать ту информацию, те данные о кыргызской истории, которые хранятся в архивах и библиотеках Китая. Там хранятся исторические данные о кыргызах ещё с древних времён. Как получить эти архивные данные Китая и пуститься в далёкое изучение мира кыргызского народа? И вот, мы достигли цели. Мы подписали соглашение с профессором Бу Сянчунь. «Подписанное соглашение откроет возможности для регулярного обмена опытом между учёными Кыргызстана и Китая, организации совместных исследований, перевода и публикации найденных исторических материалов. В Кыргызстане мало докторов исторических наук, знанием древнего китайского языка, однако и эту проблему можно решить. Ведь в Китае есть женщина кыргызского происхождения, знающая и кыргызский, и древний китайский языки. Именно она и станет связующим звеном между историческими писаниями древнего Китая и учёными Кыргызстана». «Благодаря этому соглашению уже имеющиеся там специалисты, которые занимаются древними и средневековыми текстами китайских источников, они будут подготовить подбор известных и неизвестных письменных источников по истории кыргызов. И там в Пекине работает наш специалист, она этническая кыргызская из китайской народной республики Джаркин Турсун. Она тоже принимает очень активное участие. И вы знаете, что знание китайского языка это одно, а знание китайских письменных источников древности и средневековья, в том числе хроники Танской эпохи, они очень трудны». Чоротыгин также отметил, что в дальнейшем написанные китайскими историками новые факты истории кыргызов будут опубликованы не только на китайском и кыргызском, а ещё и на английском и других языках. Ведь это станет новостью, важность которой будет достигать всемирного масштаба. У китайского народа уже есть книги об истории кыргызов, заметил Каяс Молдакасымов. «Конечно, китайский народ издревле изучал историю кыргызов, но активнее они начали изучать после игр кочевников. Они рассказали мне, как вдохновились наши культуры, нашей страной и стали искать данные о наших предках. Так, они нашли большой том со времён эпохи Цин, в период маншурского правления из 800 страниц и таких эпох ещё 7-8. А в каждой из них есть писания из 5000 и больше страниц. И если будут детально изучены каждое писание, появится возможность ещё глубже изучить историю кыргызов». Каяс Молдакасымов также отметил, что по изучению всех данных, полученных от Китайской народной республики, Кыргызстан выпустит новые книги по истории. Пусть даже они будут в 20-30 томах. Ведь это станет не просто новыми фактами о кыргызском народе, а целой историей о кыргызах для всего мира. Айзадор Умбаева, Нурдан Карабеков, Пирамида.